привет друзья на канале КВ-блог с вами Катеров Танки сегодня с вами посмотрим довольно-таки редкий бой на КВ-шке КВ-2 вот и я не шучу на этот раз честно говоря на этом танке я достаточно много боев награл ну и в общем-то не часто такое случается когда такие бои получаются настолько интересные результативные и в общем-то даже порой непредсказуемые карта Старая Гавань да у нас называется в общем это японский порт военный фактически ну то видно обратите внимание на то что здесь у нас такие закрытые помещения серьезные плюс там надписи на иероглифах на воротах то не обратил внимание в общем и название карта говорит само за себя ну а здесь как видите у нас такое стандартное начало боя здесь зачем-то т25 выехал так серьезно загородил на проезд вот закрыл огня в общем что в общем-то не очень правильно потому что и вогневая мощность нашей несопоставима и в общем-то тяжу мешать здесь не нужно поскольку встреча противника с фугасом от КВ даже сейчас после того каких по нерфи очень сильные эти фугасы там изменили физику значительно на физику пробития получения урона от фугасов и так далее вот даже сейчас это как бы просто так не проходит для противника в общем заняли мы эту позицию стояли стояли ничего не происходит вот ничего не меняется ну собственно говоря знаете ну нет и не куда спешить выехать чтобы нахвататься вот это наша игре вполне достаточно ну вот видите здесь я кидаю снарядик смотришь и происходит посмотрите на цифры внимание в кином в гусеницу 264 да здесь и 360 на танковал то есть два выстрела он сделал дважды у нас не пробил это прям вообще фантастика поскольку три четверки довольно хорошая пушка и в общем такой вот результат его стрельбы был более чем удивительно куда он здесь попал очевидно где-то под наклоном ну один раз под наклоном гусеницу второй раз очевидно где-то в корпус а вот видно да отсюда срикошетила вот видите ну в общем не будем на этом зацикливаться но это очень важных вещах говорит и обратите внимание на этот дикер макс общем я его здесь буду поджидать перезарядка идет вот я предполагаю что он все-таки выползет я не сильно лезу вперед так чуть-чуть выставил корпус и жду поедет он не поедет мало ли ну может не обратил игрок внимание на расстановку сил вот едет сюда думаешь здесь никого нет все же уехали отсюда и тут тебе на приехал первый фраг до урона не сильно много 157 у него там оставалось чуть-чуть но тем не менее вообще это пт конечно же хоть и считалось штурмовой да вот ну являлась по факту противотанковой дикер макс что риме и смотрите вроде так участки до 34 8 5 тем это модернизированный с лучной броней приемным т-34 все думаю но сейчас будут проблемы вот еще рикошет смотрите я ему целью плечо мех вода но не пробил поэтому много урона нанести не удалось ну тут я маневрирую как могу жду к д вот пошла перезарядка он разворачиваться у него паника он пытается убежать это все хватает в корму в карме у него броня самые слабые поэтому проходит урон полностью вот ну и в любом случае там на помощь сломан т-25 так что ему конечно уходить оттуда надо было он очевидно рассчитывал что он успеет за счет дпм а меня разобрать до того как с реагирует союзники ну или я не знаю ну интуитивно возможно как-то так думал что успеет не успел и внимание сюда смотрите опять выцеливаю и на этот раз но это уже вбр послала снаряд куда-то куда ему захотелось я выцеливал опять панель приборов скажем так на подбашенной коробке то есть люкных вода там пулеметное гнездо самое какие слабые места там ну в общем куда-то туда уронный прошел полностью как видите к вышку мы ваншотнули фактически там почти 700 хп одним выстрелом вот это прям супер причем это был фугас опять же это не бронепойный это все у нас фугасы с ровным счетом никакие здесь бронебойных нету ну и здесь я пытаюсь помочь своим союзникам потому что прорыв идет на правом фланге внимание оба еще одна вертушка вот на этот раз это именно чистом виде вертушка потому что очень большая дистанция выстрел на опережение ну это не очень большая большая дистанция до плюс выстрел по быстрой цели выстрел на опережение и попадания здесь я пытался помочь нашему союзнику на так 64 который там довольно долго сдерживал противников вот ругался в этом бою ну в общем то заслуженно потому что игроков слабых в соло рандом и очень много этого мне натиск там конечно натиски побольше грамотных игроков ну и в общем я тут пытался успеть ну смотрю что ситуация такая что надо мне убегать потому что артиллерии сейчас начнем накидывать и вот еще замечаешь по мне лтс не кидает внимание 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 баба и еще одна вертушка просто фантастика вообще это я не знаю наверно в одном бою из 20 такое случается что без полного сведения даже с полным сведением с такой дистанции попасть вот довольно таки не крупному танку этот 25 это конечно же что-то с чем-то единственное что здесь можно отметить что все-таки центр я навелся именно центр кров сведения хоть он не был уже как бы полностью сосредоточен на максимуме но именно сам центр само перекрестие было наведено четко на т25 а вот еще на наш кода т25 но это уже чешская версия не немецкая премиум на которой мы только что подбили ну и в общем смотрите ситуация уже как бы в нашу пользу но у нас очень мало обратите внимание очень мало практически все сильно побитый пз вообще ваншот полнейший ваншот просто там пулеметную очередь по него по ней он уже будет уничтожен если их когда-то сделают в игре на канистр разработчики но спустя лет 10 довольно тундру и наверное сделают вот и в общем то и второй танк тоже там хп совсем чуть-чуть и как бы расчет только на то что у нашего крышки осталась половина хп чуть больше вот и может быть повезет может быть повезет но здесь я не сильно нам рассчитываю на союзников видите еду вперед они туда пошли они пошли за артиллерией вот то есть они пошли вот так по кругу туда вот а я здесь рассчитывать что я предполагал возможно что они там все сосредоточены я либо встану на захват либо еще спекут артиллерию здесь подбить вот но вас ждет совсем небольшой сюрприз опять все на заряженок видите мы идем на полном ходу то есть никакого там притормаживания что-то вестись и тут встречаем эксельсиор внимание замедляю эксельсиор стоит внизу он не успел сориентироваться я навожусь по нему смотрите он начинает соображать врачи вращает башни я выцеливаю ему крышу и четко в движок самую слабую броню швыряю хотя честно говоря все там быстро происходило и сказать что прям я так был уверен точно что я ему попаду именно в крышу мог попасть и в борт башни я же конечно такой урон не прошел если конечно ему не попал так четко то ух были помню проблемы потому что цель всего рода он таки неплохая броня и лобовая и бортовая и у него скорострельная пушка да у нее там не сильно крутое пробитие ну как его хватит плюс на алде он при конечно ему принципе дпм хватило бы чтобы не разобрать во время кб если он все правильно делал вот он бы скорее всего бы справился более того тут мало получится так что сейчас ему кинул на 200 250 да сейчас же у нас фугасы капризная вот попадаешь куда-то там волшебное экранирование и в общем-то проходит какой-то минимальный урон там может или 150 единиц хп нанести ну вот допустим два раза и успел бы ему кинуть даже если нанес по 250 хп урона у него еще чуть-чуть оставалось и он меня за счет дпм разобрал очень просто очень уверенно оставалась последняя артиллерия уже осталось было две оставалось две вот еще одна гриль еще у нас остался они все наверху на вот ну в принципе это было правильно потому что противники наступали по верхнему краю карты поэтому там было самое удобное безопасное для них место вот ну и в общем то все смотрите 6 фрагов я еще рассчитывал что может успею артиллерию забрать будет 7 фрагов это у нас получается рэдли ултерс да медаль ну и так неплохо в общем-то тем более кв с его капризной пушкой это ух наше время такая редкость ну и гриль молодец по-своему успел добрать одну нашу машину и 25 пзшка с одним хп со своей комнатам фугасницы если я не ошибаюсь он успел там закинуть по артиллерии в данном фугаснице с одного попадания и вот такой вот бой такой бой интересный по-своему удивительный вот конечно возможно в реплеях она все смотрится так спокойнее не так впечатляюще но по ходу боя просто поражаешься насколько здесь ну во первых сами не тупили а во вторых сколько было моментов когда нам улыбалась удача до два попадания сверху хана это было вообще что-то удачно подловили xlsior сверху ему в крышу вкинули фугас и скв тоже очень удачно влетела там ему под башенную коробку в слабые места и фугас пробил нанес огромный урон ну вот такие моменты плюс не пробития да ну тут надо отметить что мы сами конечно старались юрзали танковали как умели поэтому было много таких моментов когда нас не пробивали ведь его здесь был покасательный рикошет здесь не пробило здесь попадание было с пробитием вот здесь не пробило кстати ванна удавитесь рикошетила вот так что тоже надо не теряться несмотря на то что кого 2 так не самая крутая броня на своем уровне хотя в реальности как бы для своих времен было довольно сильно там 75 миллиметров лобовой и бортовой вот в любом случае надо стараться и вот зачастую вот эти скосы вот эти плюс она крепкая орудийная маска они вот дают рикошеты и получается вот такие неплохие бои с таким вот результатом 6 фрагов там практически 3000 урона для танка 6 уровня такого как вы плена так это для любого танка что уровне это очень круто и результативность соответствующая вот так что такой вот бой если понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии вот и до новых встреч пока а